Добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы продолжаем, как всегда, в это время наш ежедневный двухчасовой бизнес-канал. Собственно, затравочку нам уже дал Александр Кашапов. Мы продолжаем. И прежде всего я должен похвалиться. Я должен похвалиться. Я похвалюсь сейчас в прямом эфире. Буквально за несколько минут до начала его я заглядывал в различные интернет-ресурсы. И там практически в каждом из них написано. Стин Яковсен, главный экономист Саксабанк, дает прогнозы. На другой ресурс захожу. Дает прогнозы Стин Яковсен, главный экономист Саксабанк. Все интернет-сообщества обсуждают эти прогнозы. И что бы вы думали? Мы сейчас имеем возможность в прямом эфире с самим Стином Яковсеном обсудить его прогнозы. Задать ему вопросы, коих множество. Может быть, даже поспорить с ним, подискутировать, что называется. В общем, друзья мои, праздник, праздник сегодня у нас в эфире. Я призываю вас, конечно же, присоединяться к нашему разговору. Напомню, для этого у вас есть телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Такой возможности у вас может больше и не быть. Причем спрашивайте его, естественно, касаемо всех событий, которые происходят сейчас в мире и в России в том числе. О, вот такое вступление. Ну, а теперь мой первый вопрос. Я, собственно, такой же россиянин, такой же обыватель, если хотите. Стин, дорогой, скажи, пожалуйста, что с рублем-то происходит? С рублем, что происходит? It will continue to weaken. Во-первых, рубль будет справляться. As you know, Alexander, every time I come here, you promise me you will do reforms. You will do better. And what your radio listener cannot see is that I'm blonde and I have blue eyes. Наверное, потому что я наивный, я такой блондин с долгими глазами. Вы обещаете, говорит Стин, что будут реформы. Я ничего не обещал так, на всякий случай. Не вы, но другие. Но российское правительство лично мне обещало, что будут изменения, будут реформы. Где они? Но самое главное, что я хотел сказать. Мы находимся в третьей стадии финансового кризиса. Первая стадия – это американский банковский кризис. Вторая стадия – это европейский долговой кризис. И теперь мы вступили в третью стадию, то есть то, что называется кризис развивающихся рынков. Что это означает? Это означает, что мы прошли некий цикл. Весь круг, весь земной шар обогнули. Так вот, Россия, развивающиеся рынки в первую и вторую стадию поддерживали бедствующие США и Европы. Теперь же мы видим, что Россия замедляется, Европа замедляется, и США, что называется, застряла. Что же нам осталось? Осталась только девальвация валюты России, что Россия собирается сделать. То есть это, в конечном итоге, выход из положения и, может быть, даже единственный выход, насколько я понял. Нет, конечно же, нет. Нет, можно сделать правильные вещи. Что тяжелее? Это реформы. Вот, то есть можно бороться с коррупцией, можно открывать Россию для внешней конкуренции. Можно составить конкретный план действий по трансформации России, скажем, на 10-20 лет. Но как вы думаете, что легче, взять простое решение или сложное решение? Что сделает в вашей политике? Девальвирует валюту или с головой окунуться в сложные реформы? Ответ очевиден. Понятно, понятно. Хорошо, Стин, тогда давайте, собственно, мы вернемся к заявленной теме. Итак, экономический прогноз на 2014 год. Вы, в хорошем смысле слова, знаменитый предсказатель и подавляющее большинство ваших предсказаний, ну, к счастью или к сожалению, наверное, все-таки сбывают. Давайте поговорим о том, что нас ждет в 2014 году. Нас, я имею в виду, мировую экономику в целом, ее локомотивы, ее периферию, ну, и о России, конечно, мы тоже, надеюсь, еще поговорим. Да, у нас появилось две новые темы. Что это за темы? Первая, о которой мы уже немножко поговорили с вами сегодня, это Россия и Азия, которые будут замедляться. И они обязаны замедлиться, им это необходимо. Это означает, что темпы роста будут ниже по всему миру, уровень экспорта будет ниже, что создает второй тренд. Это дефляционный сценарий в Западной Европе, то есть падение оцены, как в Европе, так и в США, кстати. Что, конечно же, очень плохо, потому что дефляция — это худший враг банкира. Вот, дефляция расслабляет общество, и это всегда плохо. Ну, и парламентские выборы в Европейском Союзе — это критически важный этап для будущего Европы. Ну, и как вы сами знаете, экстремальные, левые и правые объединились в одну силу, и они хотят меньше Европы и меньше евро. И все это, конечно же, плохая новость для роста. Соответственно, 2014 год будет самым, может быть, разочаровывающим нас годом в плане роста. Но это переходный год, это начало, новое начало, потому что всякий раз, когда вы достигаете вершины кризиса, и кризис нам, еще раз повторюсь, нужен, очень нужен сейчас. Потому что единственные пять минут, когда у политика включаются мозги, это когда его приперли к стенке в эпоге кризиса. Пять минут, пять минут, показалось, что это не слишком малый срок, пять минут. За пять минут он у этой стенки ничего сообразить не сможет за пять минут. Ему, может быть, потребуется большее время. Нет, пять минут — это очень много для политика. Серьезно? Первый шаг всегда самый сложный, всегда самый трудный. Поэтому принять решение, все-таки начать изменения, требуется меньше даже, чем пять минут. А вот для того, чтобы реально, конечно же, начать изменения, требуется катализатор. Требуется какой-то подвох, тут требуется какой-то катализатор. Ну, возьмем российскую историю, возьмем финансовую историю. Любые макроэкономические изменения выходят из кризиса, как правило. Правильно? То есть, ну, когда у нас высокий напорост, ничего кардинально не меняется. Всегда нужен кризис, чтобы что-то изменить. Понятно. Хорошо. Ну, заговорили мы о политиках. Если можно, давайте начнем с одного из них. Точнее, даже вот о чем я хотел сейчас задать вам вопрос. Сегодня, недалее как сегодня, вечером мы услышим заявление монетарных владельцев Соединенных Штатов Америки, потому что сегодня заканчивается двухдневное заседание Комитета поставки Федрезерва. Да, новая глава Федрезерва. Соответственно, программа на сокращение. Будет она работать, не будет. Ну, и, говоря о перспективах американской экономики, опять-таки, надежда на нее в прошлом году нас воудушевляла, что она уже начинает восстанавливаться и таким образом даст возможность восстановиться и всему миру. Эти надежды до сих пор существуют, они оправданы, как вы считаете? И что ждать от сегодняшнего заседания? Ну, во-первых, ожидать ничего не стоит. Это просто куча политиков, которые будут обмениваться взглядами, вот, которым, в принципе, совершенно до лампочки, что происходит в реальной экономике, на самом деле. Но, как вы правильно сказали, действительно, это последнее заседание, в котором участвуют в Берланке, поэтому, естественно, ему устроят прощальный банкет. Вот, так сказать, приходит, так сказать, конец его эры. Но реальные изменения, конечно, придут с Еленом. Вот. Она должна будет выступить в феврале перед Конгрессом, вот, со своей программой. И вот из этой речи мы уже посмотрим, какие будут изменения монетарной политики, да, относительно, там, то, что называем QE, то, что называем сокращение стимула, стейперинг по-английски, да. Но, опять-таки, надежда, это хорошо, но, как вы знаете, надежда — это то, что мы несем с собой в церковь по воскресеньям. Ну, вот, надежда и реальность — это совершенно две разные вещи. Вот, в реальность в мире мы знаем, что у нас есть все равно с недвижимостью, да, снова мы начинаем, видим разворот цен на недвижимость, падают они, те, так называемые улучшения, да, а на рынке труда технический характер носят совершенно, реальность ситуации не улучшается. Вот. Просто потому, что количество людей, которые ищут работу, сейчас меньше в США. Это факт. Это не значит, что там больше работающих мест создаётся. Ничего подобного. И, как экономист, я вам могу сказать честно, если темп экономического роста падает, да, то где тут восстановление? А из чего оно должно происходить? Просто экономики не требуют сейчас столько мощностей, сколько присутствуют в экономике. Всё, они просто простаивают. Хорошо, хорошо. Ну, как минимум, я понял, да, от сегодняшнего заседания ждать ничего не надо. Ждать ничего не надо. Ну, в каком-то смысле, это не до событий, в каком-то смысле, понимаете, это некая галочка просто. Но исторически, конечно, это важно в том плане, что Бернанки уходит. Да, да. Вот. Главное событие сегодняшнего дня – это банкет, я так понимаю, по поводу ухода господина Бернанки. Ну, это хорошо. Конечно. Коктейли, шампанское, баск, да, тут всё, что вокруг. Ну, и слава богу. Пусть порадуются. Давайте дальше смотреть по географии. Очень интересно ваше мнение с точки зрения… Опять-таки, да, мы говорим о надеждах, надежды на Китай, как на, я не знаю, локомотив азиатского региона, а может быть, да, и локомотив, очередной локомотив мировой экономики. Вот, что вы в отношении китайской экономики ждёте в 2014 году, вот, ну и некие прогнозы. Угу. Угу. Во-первых, всем слушателям этого радио очень важно знать, что… Вы знаете, что на Китай приходилось в 2012 году 36% глобального ВВП. Поэтому гораздо важнее то, что происходит с Китаем, а не то, что происходит там в ФРС. Угу. Так вот, и то, что нам говорит политический эстаблишмент, да, они сейчас говорят, да, они говорят о том, что мы хотим покончить с теневой экономикой. Как это сделать? Очень важно, чтобы ставки денежного рынка были повышенными, выше, чем обычно. Примерно то же самое, что делается бы в России. Угу. Вот. А как покончить с избыточной перекредитованностью? Да. Вынудить дефолт, то есть совершить дефолт в теневой экономике. Ну, понятно, да. Вот. Поэтому и Китай, и Россия делают одно и то же. У них есть два выбора. Либо небольшой кризис сейчас, либо тяжелый кризис лет через 5-10. Угу. Угу. Вот. Поэтому считайте, что Китай от 2014 года как раз будет следовать этому сценарию. То есть вынужденный кризис, то есть переход от одного экономического режима к другому экономическому режиму. Угу. А разница лишь в том, что в предыдущем режиме все было ориентировано на рост, да, а в новом – это, прежде всего, качественное обеспечение, качественные долговые инструменты, качественный прозрачный финансовый рынок. Вот это. Поэтому краткосрочная – это плохая новость, но долгосрочная – это очень хорошая новость. Ну, кстати, в разговоре или в поиске хороших новостей, вновь я прочитал уже некие выдержки из вашего предыдущего интервью, сегодняшнего, в других средствах масс-формации. Вот там мне очень понравилась ваша фраза, Стин, что, ну, может быть, единственное хорошее новое, что кризис заканчивается. Можно в это действительно верить, что кризис заканчивается уже? Нет, я думаю, что они немножко исказили. Исказили все же. Что я имел в виду? Я имел в виду, что 2014 год в каком-то смысле действительно будет техническим дном. Кризиса. Да. Можно так и назвать. Да, дном кризиса. И, в принципе, сейчас я наиболее оптимистичен за последние 30 лет. Да, почему? Только потому, что я считаю, что хуже уже быть не может. О, ну, это тоже, это замечательная фраза и замечательно позитивная, потому что, как известно, ну, особенно те, кто имеет отношение к каким-то финансовым рынкам, есть такая стандартная фраза, да, мы в поисках дна всегда находимся, потому что после этого уже можно будет покупать. Вот 2014 год, видимо, да, это с точки зрения кризиса, Стин, это такое дно. Это позитивно, мне кажется. Да, совершенно верно. Но это произойдет не сразу, это будет конец 2014 года. Соответственно, четвертый квартал будет провалом как по темпам роста, так и по полной неспособности сделать что-либо со стороны правительства. 2014 год будет очень сложным и тяжелым, особенно конец этого года. Но, опять-таки, это будет конец вот этого цикла, о котором я сейчас говорил. Я понял. Замечательно. Если позволите, Стин, давайте поговорим немножко о финансовых рынках, с точки зрения инвестирования в них. И, естественно, мой традиционный вопрос, что для инвестора будет интереснее всего, и доходнее всего, вот в этом самом 2014 году. Рынки развивающиеся, рынки развитые, собственно, да, ценные бумаги, товары, сырье, валюты. Как вы думаете? Если вы российский инвестор, а если вы хотите иметь длинную позицию по акциям, то нужно покупать российские компании, у которых есть экспортная выручка. Почему? Потому что валюта будет девальвироваться, соответственно, любая компания, которая имеет долларовую выручку, будет иметь более высокую маршу, да, будет чувствовать себя более безопасно. Вот. В целом, конечно, нужно держаться подальше от развивающихся рынков, как таковых. Вот. Покупать нужно основную Европу. Вот. То есть это Скандинавия, да, это Канада. Вот. Канадский доллар будет хорошо себя чувствовать, канадские акции будут себя хорошо чувствовать. Вот. Но для всех из вас, кто слушает сейчас, самое главное, нужно просто запастись терпением. Да. То есть не спеши с решениями, просто сидеть и выжидать. Да. Очень важно подобрать концы в своем портфеле, да, особенно на рынке акций, так сказать, не высовываться особенно. Да. Но самое важное, вместо того, чтобы искать какие-то уровни для продажи конкретно, да, лучше ищите на коррекции, 20-ти процентной коррекции уровень входа. Это гораздо интереснее. Вот. Потому что я считаю, что у нас будет очень интересный и мощный новый цикл подъема бычьего рынка. 20% коррекции — это очень прилично. Если смотреть на российский рынок, я боюсь, что он 20% уже просто снижения не выдержит. Я предполагаю, что в основном речи о американском рынке, там 20% — это еще не так мало. Да, я в целом говорю, конечно, о американском рынке, но, на самом деле, 20% — вообще ничто. Объясню почему. Для того, чтобы российские акции стали действительно привлекательными для иностранных инвесторов, дешевыми, и валюта должна ослабиться, и компании должны понизиться в стоимости. Поэтому суть заключается в том, чтобы найти новый баланс, равновесие ценовой. Вот возьмем 2008 год. Помните, российский фонд рынок был гораздо ниже, чем сейчас. Нет, я не говорю о том, что нужно вернуться в 2008 год, ни в коем случае, конечно, нет. Но здоровая коррекция назрела. То есть индикация того, что действительно есть кризис — это лучший сигнал на покупку, который ты можешь получить. Я понял. Спасибо. У нас есть звонок от слушателя. Давайте мы пообщаемся с ним и послушаем, что он по этому поводу думает. Руслан, день добрый. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите. День добрый. Хотелось бы узнать мнение о последующем вопросу. Есть ли какая-то экономическая корреляция между экономикой развития России или падением и предстоящей нашей Олимпиадой и затратой на нее? Понятно. Вопрос понятен. Спасибо, Руслан. Спасибо. Да, вот очень хороший вопрос. Давайте вернемся к Олимпийским играм в Пекине, в Китае. Что было в тот раз? Вы помните, что примерно за два месяца до Олимпийских игр рынок начал распродаваться китайский. Но как ученый, я вам скажу следующее. Вы знаете, всегда есть какая-то корреляция. Знаете, даже между Москвой и развитием фондового рынка. То есть найти корреляцию можно во всем, чем угодно. Но настроение, конечно же, нужно учитывать. Считается, что на самом деле Олимпийские игры – это положительный знак, вообще положительная история для рынка акций. В целом так считается. Другое дело, посмотрим, как они будут проходить, эти игры. И интересно то, что когда начинаются уже Олимпийские игры, люди продают просто на настроениях. То есть, вне зависимости от того, что означают эти Олимпийские игры на самом деле. И естественно, на политическом фронте ничего негативного происходить не будет, потому что политика затихает перед Олимпийскими играми. Поэтому, отличая очень длинным способом на очень простой, короткий вопрос, на самом деле, я могу сказать следующее. Меняются настроения, но не фундаменталий и не фактическая оценка стоимости рынка. Но, тем не менее, наверное, стоит уточнить, что порой именно настроение некой психологической составляющей участников рынка заставляет цены на активы расти или падать, собственно, без привязки к фундаментальной составляющей. Да, вы совершенно правы. Но мы же понимаем о том, что это как эластичная резинка, правильное настроение. Оно может отойти от фундаменталий на определенную величину. Например, я могу быть справедливым в отношении стоимости акций Apple. А могу и нет. Я могу верить в компанию Apple, но цена при этом может идти вниз. Если Apple действительно самый лучший продукт, если она продает больше всех телефонов, чем другие компании, цена сама себя оправдает. Она вернется на справедливый уровень, рано или поздно. То есть, настроение – это некий шум вокруг справедливой цены. Поэтому постарайтесь этот шум убрать в сторону, тогда вы увидите справедливую стоимость компании. И в этом как раз и ваша работа, и моя работа. Согласен. Спасибо. Еще касаемо Олимпиады, все-таки в продолжении вопроса Руслана, смотрите, еще хотелось бы ваше мнение по поводу чего услышать. Мы говорили в самом начале, начали с того, что происходит с рублем. Вот сейчас девальвация идет, ну или какой-то другой процесс. Ну, мы видим агрессивная слабость рубля в моменте. Так вот, близость Олимпиады, причем взаимосвязь-то здесь такая уже достаточно прагматичная. То есть, приедут иностранцы, имея желание покупать какие-то сувениры, ну или просто проживать в момент Олимпиады. Им потребуются российские рубли, вот они побегут все активно в обменку, и рубль вырастет до... Ну и дальше многоточие. Ну, это очень замечательная теория, но, к сожалению, все немножко не так. На самом деле, фактическая часть финансовой транзакции составляет лишь небольшую часть Форекса. Фактически, прошу прощения, фактически это... Имеются физические лица, да, которые меняют валюту. Физический обмен через обменники, так называемые. Он оставляет небольшую долю Форекса. Если бы, допустим, в мире существовало только рубль и евро, тогда да, ваша теория была бы справедлива на 100%. Если позволите, Стин, я делаю это с опаской, но если позволите, я поспорю с вами. Ну или делаю попытку такую. Смотрите, я согласен. Но мы о рубле все-таки не говорим как об инструментах рынка Форекс. Рубль это региональная валюта, достаточно локальная. У нее, да, достаточно низкая ликвидность, чем, там, я не знаю, пяти основных или других валют. И даже обращение какого-то количества граждан, физических лиц в обменники может в моменте этот рубль-то удорожать, нет? Я бы с удовольствием хотел с вами согласиться, но, к сожалению, не могу. Просто не могу согласиться никогда. Да, возьмем Сактотрейдер, да, нашу платформу. Вы можете покупать, допустим, доллары, продавать рубли 24 часа в сутки 7 недели. Но, что это означает? Что я пытаюсь сказать? Возьмем курс рубля. Частично он отражает то, что происходит в России, частично то, что происходит в окружающем мире. Вот. Никому не нравится то, что происходит в мире. Да? И никто не хочет инвестировать в Россию. Понимаете? То есть вы можете иметь хоть триллион туристов здесь. Понимаете? Это не меняет того факта, что никто не хочет инвестировать в Россию сейчас. Вот. Поэтому Олимпийские игры по нашей терминологии это то же самое, что шум. Просто шум, да? А внутри этого шума зарыт реальный вопрос, реальная стоимость. А вопрос в следующем. Как нам создать реальный план экономической трансформации России? Да? Долгосрочный план, который бы заставил людей покупать рубль, да? По инвестиционным причинам, да? А не по потребительским причинам. Я понял. Хорошо. Осталось у нас немножко времени. Давайте еще... Ну, или начнем точнее, да? А потом после перерыва продолжим разговор о том, что ждет рынок товарно-сырьевой, да? Комодитис, промышленный металл, драгоценные металлы. Очень, естественно, интересна ваша точка зрения, Ситин, по этому поводу. В тот первый раз на вашем шоу мне очень нравилось золото, да? В прошлом году, наоборот, был очень отрицательный настроен по золоту. Что касается производственных цен на золото, то они находятся на уровне примерно 1100-1150. Вот, а мы торгуем сейчас на уровне, там, 1250, да, примерно на этом уровне. Соответственно, можно докупить, допустим, относительно дешево, относительно производственных цен. Да? Но в ходе кризиса, естественно, всем хочется золота. Поэтому, а в Европе сейчас многие говорят о налоге на, так сказать, благосостояние, на богатых. То же самое, как и в Кипре, помните, произошло. Вот, соответственно, если инвестор, что вы будете делать? Естественно, вы купите что-нибудь в слитках, правильно? Золото в слитках. Вот, и крупнейшим импортером в мире становится Китай. Китай импортирует сейчас больше золота, чем Индия в этом году. Соответственно, фундаментали золота улучшаются каждым днем. Вот, поэтому в данном случае я долгосрочно все-таки настроен положительно на золото. С некоторой колкосрочной коррекцией. Но для России гораздо важнее энергетика, цена на нефть и газ. Вот, в данном случае у меня для вас плохие новости, к сожалению. А, Иран возвращается. Прошу прощения, я уже привык к плохим новостям, по крайней мере, сегодня точно. Давайте мы прервемся, послушаем рекламу, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам. Сегодня мы говорим о прогнозе, экономическом прогнозе на 2014 год. И озвучивает его мой гость сегодняшний. Уже не первый раз в этой студии, поэтому я с огромным удовольствием его сегодня приветствую. Это Стин Яковсен, главный экономист Акса Банка. Значит, сейчас мы начнем с вопроса слушателя. Или я, на всякий случай, всем остальным напомню. У вас действительно есть возможность задать свой вопрос непосредственно Стину. Для этого есть телефон 6510-996, код города 495. И для этого есть сайт компании финам.фм. Итак, давайте пообщаемся с Вадимом. Вадим, день добрый. Вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Самара. Я хотел бы задать такой вопрос вашему гостю. Вот у нас специалисты характеризуют нашу страну как страну с мягкой авторитарной системой. Вы сказали, что наш рынок непривлекательен для инвестиций. У меня вопрос. Вот эта вот непривлекательность нашего рынка в основе лежат только экономические факторы. Или это в совокупности вместе с политическими. Если бы у нас была демократическая система, как в США, был бы ли наш рынок более привлекательным, чем сейчас? Спасибо. Спасибо, Вадим. Я напомню, кстати, Вадим наш постоянный слушатель. И он забыл, давай, что он политический аналитик. Так он обычно представляется. Ну, вопрос понятен, да? Я надеюсь, Стин. Собственно, проблемы только в экономической разрезе. Или все-таки политика тоже здесь имеет значение? Он совершенно прав. В данном случае мы говорим сейчас исключительно о фундаменталях. Я считаю, что проблемы России можно исправить всего двумя факторами. Первое. Четко сказать, чего Россия хочет от будущего, да, и придерживаться этого плана. И первое, что нужно сделать, это открыть Россию для конкуренции во всех секторах. Открыть рынок. Это будет способствовать защите прав инвесторов, да, это улучшит фундаментали, конкурентоспособность, производительность труда. Да, знаете, я бы с удовольствием инвестировал в Россию, лично, я вам честно скажу. Да, да я не могу, понимаете, инвестировать в эту франшизную модель. Когда я инвестор, я, по сути, ничем не владею, потому что может прийти в правительство и отнять у меня то, чем я владею. Понимаете, я не уверен в том, что мои права инвестора на самом деле что-то значат, да, что я не могу доказать свое право в суде, да, что рынок капитала полузакрытый и так далее. Да, т.е. банковский сектор также заполнен там мегабанками, да, в которых присутствует правительство и так далее. Поэтому, естественно, это вливается в дисконт, мощный достаточно дисконт. Это просто само конституционное устройство России составляет этот самый дисконт. Но есть хорошая новость. Решить эту проблему можно достаточно легко и просто. Причем не политически, а практически можно решить. Россия — это великая страна с очень хорошими людьми, да, в России есть мозги. Поэтому долгосрочно я за Россию, да, эту историю я покупаю, она мне нравится. Но нам нужно реальное решение, да, по переходу к новой модели общества. В этом практическое, да, вот это решение вы видите, практическое решение, то есть... Создание четкого плана, которому все будут верить, вокруг которого будет консенсус, открыть рынок для конкуренции и все остальное само сложится. Снизится коррупция, улучшится права инвесторов, да, стоимость импорта снизится. Для потребителей это будет легче, для компаний это будет легче и так далее. Кстати, борьба с коррупцией номер один. Да, понятно, понятно. Кстати, давайте гипотетически предположим, что вот это вот решение найдено на каком-то, я не знаю, уровне. Но, учитывая, что это решение сейчас в данный, вот в конкретный, 14-й год, который является, ну, дном, ну, все-таки частью кризиса, эффективно будет это решение или нет? Может быть, не время сейчас, именно по той причине, что еще мы в кризисе находились? А, ну, если, перефразируя ваши слова, нужен ли нам кризис, чтобы это произошло, да, нужно. Да, поэтому всегда легче проводить такие реформы в ходе кризиса, имеется больше поддержка народа. Вот, поэтому я не эксперт по России, я вам честно скажу, но я могу сказать совершенно честно сразу, что решение России должно проводиться с уважением к истории России, к российской политике, и к вам как индивидууму, да, понимание того, что в основе стоит индивидуум, да, то есть план, которым будут верить люди. Но вы совершенно правы, это долгосрочная история, вот, да, и это не так просто. Да, именно поэтому политики выберут простой вариант, да, то есть просто девальвация, что покупает им время, скажем так, да, но проблема от этого никуда не уходит. Правильно, чем дольше ты ждешь, тем тяжелее становятся проблемы в долгосрочной перспективе. Вот и все. Поэтому вопрос ваш и вопрос нашего слушателя, да, там, есть ли мне причина быть оптимистным. Единственное, ваша альтернатива — это реформа. Реформа, которая так иначе должна быть начаться в 15-16-м году, потому что все остальное вы уже пробовали, это не работает. Я понял, еще один звонок у нас есть, давайте пообщаемся. Юрий, день добрый в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, господа. Во-первых, хочу выразить большую благодарность и признательность вашему переводчику, просто заслушиваюсь. Да, да, да. Высочайший профессионал, высочайший профессионал. Да, да, действительно, я сам постоянно занимаюсь переводом, это да, я ничего не могу сказать. И вопрос к вашему гостю, если позволите. Вот вопрос несколько провокационный. Мне бы хотелось услышать его мнение. Каким образом он видит в себе развитие и тем более завершение ситуации, той ситуации, связанной с американским долларом, бесконечно работающим печатным станком и тем, что американское правительство не решает проблему профицита долларовой массы в мире, а постоянно отодвигает, отодвигает, отодвигает и печатает все больше и больше, чем не обеспечено в долларах. Угу, угу. Спасибо, Юрий. Спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. Спасибо. Опять же, это очень хороший вопрос. И вопрос, по сути, в том, может ли США просто сидеть и ничего не делать? Может ли она себе позволить такую урон, как, допустим, Россия или Европа? Ответ — да, может. Потому что, ну, знаете, что у России сейчас огромный валютный запас. И самое интересное, что они финансируют, по сути, долг под 2,8% под 10-летней облигацией. При этом темпы роста примерно такие же. Вот. Соответственно, соотношение долг-ВВП константа. Угу. Угу. Но, как слушатель правильно заметил, если темпы роста упадут ниже 2%, если уровень финансирования, предфинансирование выйдет выше 4%, здесь как раз мы увидим, что этот долг начнет реально давлеть над экономикой. Они почувствуют его ножку. Краткосрочно они финансируют себя под практически нулевую ставку, поэтому они могут себе это позволить. А когда вы, извините, фондируетесь я под нулевую ставку, естественно, это не больно. Правильно? Если ставка будет около 4%, тогда они почувствуют. Да, тогда это будет гораздо болезненнее. Поэтому отвечая на вопрос, если ставки будут низкими, до тех пор, пока они будут низкими, неважно, они могут терпеть сколько угодно. Ну и поскольку, знаете, что доллар – это валюта номер один в мире, все-таки она самая крупная. Вот в чем важность сегодняшней встречи как раз, да? Если все-таки они возьмутся за голову, да, то они не смогут же пинать эту банку вдоль по дороге, понимаете? Нужно прекратить это все-таки. А что касается размера рынка капитала в США, то вы знаете, что он в 5 раз превышает второй по величине рынок капитала. Поэтому хотите вы этого, не хотите, нравится ли вам, не нравится, но как глобальный инвестор, вы обязаны иметь какой-то выход к США, потому что это самый крупный рынок. Еще вот одна деталь, вы о ней, собственно, упомянули, то, что доллар США до сих пор является мировой резервной валютой, еще, может быть, в какой-то степени упрощает вот эту долговую нагрузку Соединенных Штатов Америки. Совершенно верно, потому что они могут печатать сколько угодно. Конечно, соответственно, во-первых. Во-вторых, нам всем нужны доллары, когда мы путешествуем, так или иначе. Мы свои запасы храним в долларах и в активах, номинированных в долларах, поэтому, в любом случае, мы повязаны, что называется. Абсолютно, абсолютно так. Совершенно верно. Естественно, единственная страна, которая не хотела доллара, была Россия. Но, тем не менее, Россия вся в долларах. И это отвечая на вопрос нашего слушателя, почему, допустим, США получает больше, чем мы? Ну, потому что у нее такой статус. Это просто роскошь того, что они являются страной, в которой есть резервная валюта. Кстати, если помечтать немножко, но учитывая, что совсем мало времени осталось, к сожалению, огромного мало времени, а если помечтать, может ли через какое-то время, видимо, продолжительное, доллар США утратить мировую роль вот этой резервной валюты? И кто, в данном случае, на ваш взгляд, может ее заменить? Кто может стать этой самой резервной валютой в будущем? Извините, Стин, извините. Я сразу хочу подчеркнуть. Я надеюсь на ответ. Рубль. Знаете, я скорее буду в Национальной футбольной лиге выступать, да, датской, чем доллар потеряет свою резервную статус. Мне уже 50, можно сказать, с хвостиком. А я не думаю, что я доживу просто до этих. Ну, точно не на моей жизни. Может быть, в далеком-далеком будущем. Поэтому обсуждение альтернатив в долларе – это просто пустая трата времени. Если не существует. А вопрос, почему американский рынок капитала настолько массивен, да? Чтобы быть резервной валютой, что нам нужно? Требуется очень глубокий рынок капитала, правильно? Нужны разнообразные рынки капитала, да? То есть, допустим, доступ к кредитным инструментам. По-моему, российских игроков с этим не очень. Пока, пока, я хотел бы подчеркнуть. Пока. Все у нас впереди. Стив, ну и последние, да, буквально несколько фраз нашим слушателям адресую, поскольку у нас осталось 30 секунд. Собственно, вернемся к России, да? Каковы перспективы? Перспективы развития экономики России, на ваш взгляд. Два слова буквально. В 2014 году будет кризис. Этот кризис станет очень сильным катализатором для того, чтобы правительство начало делать правильные вещи. Да, если мы правильно проведем этот переходный период, я очень надеюсь, что в России все будет замечательно. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, заканчиваем. Времени нет. Я с удовольствием еще раз представлю сегодня в студии с Ховастат Костин Якобсен, главный экономист Саксо Банк. Собственно, он озвучивал свои, прежде всего, свои, своих коллег, экономические прогнозы на 2014 год. Они в большинстве, в своем случае, не очень позитивны, но мне показалось все равно, что надежда у нас есть. Надежда умирает последней. Давайте надеяться. Спасибо за внимание. Всего хорошего успеха.